Все медийные игроки на спорте это терпилы. Мне не заплатили ни одной копейки. Я бы на месте Крапова вообще бы замолчал бы. Аргументов у нас и у на спорте в отношении него более чем достаточно. И показать его критиную сущность. Привет, друзья! Это Егоров. Надеюсь, вы уже посмотрели матч Броуков против Стармикса, естественно, на канале Броуков. И теперь у вас есть время на разбор больших скандалов в нашем крохотном мире медийного футбола. Ведь никто иной, как Даниил Крапивников, только что перешедший из нас в спорте в Тудротс, разразился огромным постом, что так нетипично для него, огромным рукописным постом в адрес своей бывшей команды, где критики подверглись как Лев, так и тренер Сослан, так и Текила и многие-многие другие. Даня срывает покровы. Ну а остальные, остальные ему сейчас ответят. Начнем, пожалуй, с Текилы, который, по мнению Крапа, специально уезжает в пресс-конференции Медиа Лиги, потому что понимает, что там не вывезет. Крап тебя объявил, но обвинил в том, что ты специально убегаешь с Прессух, уезжаешь в другие города, страны. Ну ты как сам веришь в это? Ну не знаю, если бы у тебя было большое желание прийти на эту Прессуху, ты бы, так сказать, перенес там заранее какую-нибудь встречу. Да не, ну блядь, во-первых, многие вещи нельзя перенести, во-вторых, пресс-конференция в понедельник проходит, да, это единственный день, который у меня остался без футбола, потому что я не пропускаю тренировки, это вторник, среда, четверг, пятница, да, в субботу, либо в воскресенье у нас игры, и задолго до турнира я планировал свой график, и у меня есть воскресенье, понедельник, вторник, эти дни, когда я занимаюсь работой, бизнесом своим, да, вылет, и вот за два дня я успел сгонять в Баку, в Ташкент, чтобы минимальное количество тренировок пропустить. На следующей неделе я улетаю с семьей на Мальдивы, это еще в октябре я планировал, но мне вообще похеру на пресс-конференции, и я могу прийти один и вывести против 50 игроков других команд на изи вообще. Что обсуждать-то? Ну, то есть я бы на месте Крапа вообще замолчал бы в тряпочку, потому что аргументов у нас и у нас в спорте в отношении него более чем достаточно, и показать его крысиную сущность в полном виде. Это когда ты вернулся, ты написал про то, что медийная лига все больше похожа на зоопарк, где-то львы, где-то крысы, это краб? Не, ну я его давно крыской уже обозвал, так и есть, просто, видимо, сейчас у них там, их больше становится в норке. Влад, оказывается, провидец получается, он его сразу воткнул на первой минуте за его мыслишки и грязные деяния. Я вот смотрел ролик вчера, и на месте Сани, но это мерзкий поступок, то есть я смотрю на него, и он реально рад, и вот так типа движение делает, да, типа футбольный бокс существует, его сломали. Я просто четыре дня не мог ходить наступать на ногу, а он радуется. Мне кажется, это мерзкий поступок от Декила. Не, он подошел ко мне на тусовки и говорит, ты, блядь, обрадовался. Говорит, ты обрадовался, сделал вот так. Я пересмотрел этот момент, я абсолютно не обрадовался. Любой травме нельзя радоваться, потому что это может настигнуть и тебя, но факт есть факт. Ты ехал туда против своей команды играть чисто на себя, и на первой же минуте тебя футбольный бок покарал. Ну и все. И более того, больше побед у него не будет. То есть Тудротс будет выигрывать, но без крапа. А вот в том, что Текила не смог записать историю, позвать людей. Ну он же вообще записывал, вызвал, приглашал, все это у нас сделали. То есть типа неправда? Ну, да. Волонтеров за деньги позвали болеть с командой, это правда? Ну нет, конечно. А, неправда? Это не волонтеры за деньги? Не-не-не, у нас есть, скажем так, координатор Тёма. Вот он взаимодействовал с болельщиками, создали специальный телеграм-аккаунт, куда ребята пишут. И в принципе... А, то есть это не левые люди за бабки? Нет. Еще Крап говорил, что какие-то финансовые вопросы на пресс-конференции. Просто деньги, которые пообещали, одни деньги сначала. Я ушел на спорте за одними деньгами, мне сказали, что они переподписывают какой-то контракт с инлайном, там ценники падают. И в итоге я поиграл в команде, и мне не выпутили сумму, которую я заработал. Только за переход заплатили, и все. То есть я выложил контент, как на условиях мы договаривались, три месяца, и мне не заплатили ни одной копейки. Ну, это тоже все, выдумки какие-то. А что случилось-то вдруг? У вас давно какой-то конфликт был, что он так, или все внезапно стало? Да не, ну все супер внезапно. Мы пытались вовлекать Даню. СОС, наверное, дисциплинарно как-то на него сильно воздействовал, требовал от него, чтобы он приходил на тренировки вовремя, не опаздывал. Реально, вот из 70 тренировок, которые у нас были за весь период, когда Краб был у нас в команде, он посетил половину, и наполовину опоздал. И СОС пытался на него воздействовать, и, видимо, слишком жесткие требования предъявлялись, и Даня не выдержал. Ну, вот, наверное, такая ключевая. А, возможно, есть еще гипотеза, что он этот уход в Тудроц обратно еще с самого начала запланировал. Ну, то есть это уже, на самом деле, его мысли, мы туда не залезем, в его голову. А что дальше? Как заменить Краба? Слушай, а что его заменять? Зачем его заменять? У нас есть обойма футболистов, у нас установился Гера, который... Ну, а медийность Краба? Медийность Краба? А он нам не давал медийку. То есть много тысяч раз мы его просили, я его умолял. Отмечай нас, рассказывай, делись анонсами. При том, что когда мы подписывали его, назовем это так, когда он к нам переходил, у нас были согласованные условия, и он их не выполнял. Он не дал нам ту медийку, которую мы от него ждали. Возможно, это была наша ошибка, что мы позволили, вот мы, скажем так, согласовали все условия перехода, и одним из пунктов мы ему позволили сниматься Тудроц, оставаться членом этого коллектива. И, может быть, это была наша ошибка. А какую медийку вы рассчитывали от него, и что получили в итоге? Да ничего не получили. Мы не получили ни какой-то аудитории, которая могла перейти от него к нам. Он не рассказывал аудитории, как приходят к нам на тренировки, какие у нас процессы. А как только он идет сниматься в Тудроц, сразу все подробно, ой, ребятки, у нас челленджи, все дела. И это было очевидно. Он никогда не хотел признаваться, что я действительно игрок команды ФК на спорте. Все, знаешь, какие-то... Я играю на спорте, но я в Тудроц. Вот, и все вот это вот так скользко очень. А ты думаешь, что просто из-за денег только исключительно все? Я не знаю. Я думаю, что просто Даня еще не самый образованный и не очень правильно мыслящий человек. Может быть, он подрастет, все поймет и осознает свои ошибки. У него же старший брат. Вот. Ну, видимо, влияние старшего брата в последнее время не ощущается. Либо он поддерживает его. Ну, мне сложно признать и подумать о том, что Майк узнал о намерении Крапа и поддержал его. Ну, у меня это в голове не укладывается. А вы Володе задавали вопросы? Типа, Вов, ты же, наверное, знал. Да, он говорит, что я не знал вообще об этом. Он сам удивился. И сложно было бы, наверное, Володе этого не знать. Но как было на самом деле, это уже история. Хотя бы из пацанов мне, бро, сказать я не знал. Да ты знал же. Я не знал. Ну, хорошо, он знал. Я думал про татушку. Про татушку я знал. Бля, я не знал. Вов, ну, что-то те, кто уходит... Вов, это ветеран Отечественной войны вообще-то. Те, кто уходит, скандалы разводят, многие недовольны. Вот Крап написал пост и прочитал. Да это Думич написал, какой Крап. Ты думаешь, Думич? Да запятые, я никогда его не видел у него в тексте. Да нет, что могу сказать. Ну, мы что-то все злые на него. На самом деле, не заслужил он такого хейта. Потому что... Ну, ушел и ушел. Хватит тем мусолить уже, блядь. Сколько раз поднимали ее. Просто СОС очень злой. Прям пиздец. Да и команда очень настроена на Крапа. Не очень, потому что его мувы непонятные, блядь. Че он вообще делает? Блядь, писать такой пост, ладно, ушел, все уже. Но пост этот был лишний, моя точка зрения. Вот. А ты тоже зол чуть не него или нет? Да... А ты знаешь вообще о том, что эти посты будут появляться и так далее? Не, я не знал. Вот в семье пишут про татуировку. Помнишь про то, что я не знал о переходе, да? Он мне же сказал про татуировку, что ты понимал. Он мне говорит, я поеду временную татушку, набью тут рост. Я думал, он просто тут рост набьет, но не переходить. Я так же был в шоке, как и все, когда узнал, что он переходит. Вот. Ну, Крап, блядь, ну, он такой человек специфический. Что я могу сказать? Ну, вот че от него ожидать? Он мой друг, мы с ним, блядь, вчера виделись. После этого поста хуена погуляли. Интернет-интернет, он дружба-дружба, как бы. Но в команде его не любят наши. А ты сам не думал об уходе на спорте? Блядь, чуваки, вообще, раньше, может, задумывался как-то. Сейчас полностью наотрез готов просто за эту эмблему, блядь, рвать и метать. Потому что, ну, все условия для того, чтобы стать профессиональным футболистом есть. Я не знаю, почему Крап ушел. И все условия для того, чтобы развиваться. Это коллектив, блядь, пиздатый. Сейчас, как бы, вообще, все только начинает, мне кажется, на спорте появляться. Все медийные игроки на спорте – это терпилы. Говорить мне в лицо то, что, блин, нам не нравится. Я не понимаю, почему так происходит. Потом человек, не буду говорить про кого, там, это, ну, так же все медийные. Во время выпусков на спорте ходят там с камерами, ходят довольные перед тренером. То, что, блин, блин, так классно, мы выиграли, вау. Мы самые сильные, мы самые медийные. И при встрече с игроками я говорю, блядь, а как, так, как, почему меня не выпустили, почему я не играю. Поэтому, ребят, если вам не нравится, говорите тренеру, пожалуйста. Сидит Алис, Володя всегда доволен, потому что он играет. Это понять можно, ему все нравится. Но остальные я не могу понять позиции. Я терпил, терпил, когда услышал слова. От Прокопа. Почему? Я его терпел. Ну, потому что так не говорят. Это, мне кажется, непрофессионально. А что ты должен был ответить ему? У меня не было тогда, так бы я ответил. Что бы ты сказал? Ну, просто, блин, что бы я сказал? Прокоп, ты не прав. Прокоп, ты не прав, да, если культурное, мягкое. Ну, а Прокоп, например, говорит, что вы все недовольны, но боитесь об этом заявить. Чем? Потому что я не ухожу в составе? Слушай, ну, у меня сейчас ЕГЭ и работа, и я полностью доверяю тренеру. То есть я сейчас не ходил на тренировки, и я не готов отыграть на уровне тех же ребят, которые сейчас играют. Да и в целом я не на том уровне. Ну, а то, что много легионеров. А что там плохого? Слушайте, а в других команд тоже много профитов. Ну, что ж, Димон, это даже на вопрос не к нам, это просто регламент турнира, под который мы подстраиваемся. Если сейчас будет введен обсуждаемый минимальный порог на количество медийных игроков, 3, 4, 5 человек, возможно, медийные... А ты считаешь, что это правильно? Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это повысит... Это немножко понизит уровень игры, возможно. Но количество узнаваемых лиц на поле, оно будет с каждым разом расти. А как определять, кто узнаваемый? Слушай, это же... Вот он узнаваемый. Ты его знаешь? Да. Ну, вот смотри, ну, допустим, вот Серега Шуюнов. У него подписчиков там 10 тысяч, но он в медийном футболе, он был в Амкале сезон. Это вопрос даже тоже к регламенту. У нас заявка делится на три блока. И один блок – это медийные игроки. И все медийные игроки, которые были одобрены как медийные оргкомитетом, вот они и считаются медийными. А, все, тогда нет вопросов. Тогда я... Ну, и, конечно, раз в медийном поле часто звучит уточнение про легионеров на спорте, то нельзя было пройти мимо Хэа и узнать у него и про ребят, которых он привел в команду, и про самого Крапа. Когда вот критикуют на спорте Крап, что ты думаешь? Ты читал его пост? Я прочитал, но, честно скажу, я не знаю. Я просто думаю, что Крап красавчик, но он... Все ошибаются. Если вы спросили мое мнение, он просто злится за что-нибудь, но только он знает, почему он именно так писал. Но я думаю, что есть еще какая-то ситуация, которую мы не знаем. Вот эта ситуация сделали, что он так писал, но... Потому что Крап, который я знаю, он добрый человек, он хороший парень, но я не знаю, какой проблем. Индивидуально у нас проблем нету. Но я не знаю, какая проблема именно с ним и на спорте. Но как человек, как команда, он супер человек. Но, честно скажу, я не знаю. Но я думаю, что он молодой, он может потом продумать, сказать, hey guys, I'm sorry, и все продолжают жизнь. У нас только один жизнь, других нету. Когда критикуют, в том числе Крап, что много ребят в защите, вот он даже сделал такое, что типа вот они не медийные и так далее. Начинают Далимы и заканчивают Аликсом и всеми остальными. Этот вопрос, честно скажу, да, он для его... Что это медийный, например? Что это медийный? Может быть, человеку нет 2-1 миллион подписков в Инстаграм, но он... Например, я, у меня нет 1 миллион. Но я читаю, я читаю, что я медийный. Потому что у меня есть свой канал, у меня есть свой Инстеgram. Но что у меня за медийный? Ну, может быть, он не знает, что у Далима есть Telegram или какая-то подписка, но может быть, телегам не показывает именно в Инстаграм, как он жится. Но он медийный. Может быть, Крап медийный, потому что у него есть 1 миллион. У Далима тоже медийный. Он может, можно 50 рублей, 500 человек. Но я читаю, что он тоже медийный. Но я думаю, что у меня на спорте есть главный тренер, есть... Как он решил, мы все уважаем. Ну что ж, друзья, вроде бы все понятно и спокойно, но я думаю, эта история еще не скоро закончится. Потому что и Краб ответит Тикили со Львом, и Лев обязательно что-нибудь нам расскажет. Когда речь идет о серьезных деньгах и о серьезных проектах, просто так все не заканчивается. И всегда появляются интереснейшие истории, о которых приятно вам рассказывать. До скорых встреч, друзья! Нам будет что разоблачить. Это был Егор. Пока. Смотрите Бруков обязательно. Без этого никуда.